Жажда мести в отношении этих беззаконников, просто этого даже достаточно, чтобы мы не мешали и были за то, чтобы там это произошло, произошла эта смена власти. Саламу алейкум, Томсо. Как ты думаешь, большинство молодые чеченцы на суфизме или у них есть понимание в религии по сравнению? Саламу алейкум, Томсо. И вот в этой конфигурации так осталось. Нет. Именно смена власти, мы в ней заинтересованы. Вопрос, конечно, да, кто-то может сказать, нет, там не заинтересованы, какие-то прогнозы дальновидные, но это ладно, я сейчас не об этом. Но я одно знаю точно, приход к власти Навального это конец сегодняшней верхушки в Чечне. Это конец Кадыровым, Делимхановым, они все отправятся в тюрьмы. Одного этого достаточно, чтобы мы были за то, чтобы в Кремле сменилась эта власть. Одного этого для нас должно быть достаточно. Потому что эти кровопийцы, которые уничтожили огромное количество ни в чем не повинных людей и продолжают это делать, угнетают, пытают, убивают, терроризируют наш народ. И вот хотя бы вот эти люди понесут наказание. И если кто-то скажет, а поменяют ли их на тех, кто будет лучше? Может быть, да, может быть наше положение в целом улучшится, но может быть и нет. Однако то, что эти понесут наказание, то, что их постигнет наказание за то, что они над нами творили, одного этого достаточно, чтобы мы желали этого. Просто вот эта вот жажда мести в отношении этих беззаконников, просто этого даже достаточно, чтобы мы не мешали и были за то, чтобы там это произошло. И произошла эта смена власти. Ассаламу алейкум, что сделает наставление нашим молодым братьям, не лезть во внутренние разборки России и россиян, с молчаливого согласия которых уничтожили 25% нашего населения, пусть сами разбираются. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Я соглашусь с тем, что мы не должны как-то участвовать активно в теме, но и препятствовать тоже не должны. Здесь сейчас почему-то наблюдается, наоборот, вот эта обратная тенденция, когда начали препятствовать. И это очень вредит на самом деле, прежде всего нам самим. Мы должны с вами понимать, что положение не изменится, пока сами мы не будем его менять. А если мы не в состоянии сами его поменять, то хотя бы не надо мешать тем, кто его меняет. Быть может от этого наше положение тоже улучшится, если они его поменяют. Поэтому сейчас, когда начали на вот этой волне популярности Навального, когда начали у нас записывать какие-то ролики против него, пытаться как-то сбить вот эту вот волну. И тем более еще давая почву для российских спецслужб, чтобы они убили Навального и потом списали это на каких-нибудь мусульман, сказав, что это вот они там его убили за то, что он типа был исламофобом. Это знаете, как Немцова убили, и вы слышали официальную версию, которую выдвигал убийца этот Дадаев, Завербек Дадаев и второй, который с ним был, не помню их фамилии. Они говорили, что якобы убили Немцова за то, что он там что-то про карикатуры, что-то сказал и прочее. И это говорит человек, который не может правильно салават пророка почитать. Мир и мой благословение Аллаха. Чтобы вот таким образом это могли выдать, подготавливать почву нельзя. Поэтому ладно, не вмешиваться. Я согласен, мы не должны вмешиваться, мы не должны там как-то митинговать, участвовать в этих мероприятиях. Мы должны понимать, что вообще наша позиция должна быть такая. Это не наша страна. Это страна, которая пришла на наши земли и оккупировала их. И наша задача освободиться от этой оккупации. Мы не хотим быть одной страной вместе с Россией. Мы не хотим быть гражданами этой страны. Мы не чувствуем, не ощущаем себя гражданами России. Мы стремимся к тому, чтобы у нас были свои паспорта, у нас были свои посольства. А в России у нас были международные и нормальные отношения с этой страной. Поэтому не вмешиваться это одно дело, но мешать ни в коем случае нельзя. Просто лучше промолчать. Даже если есть какое-то свое мнение об этом человеке, о Навальном, об этих митингах. Просто сейчас не то время, когда стоит это озвучивать. Лучше промолчать. Саламу алейкум, Томса. Как ты думаешь, большинство молодых чеченцев на суфизме или у них есть понимание в религии по сравнению? Большинство молодых, они нет ни на суфизме. Сейчас вообще сложно, знаете, судить какую-то вот эту социологию, проводить. Потому что, ну, как бы не суфизм, он сейчас под запретом в Чечне. Люди не могут. Просто ты подойдешь, допустим, задашь вопрос, скажи, ты суфист? Он не может тебе ответить нет. Это преследуется. Поэтому проводить какую-то социологию очень тяжело. Но моя оценка, я думаю, что именно среди молодых людей суфиев будет меньше. Людей с убеждением суфиев будет меньше. Тем не менее, надо понимать, что суфизм это как бы очень такая значимая составная часть чеченского общества. Две вот этих ветви, Кадариты и Накшабандиты. Это Кадария и Накшабандия. Это как бы очень распространенные на территории Чечни две ветви суфизма. Поэтому, конечно, и молодые люди, которые находятся под этим влиянием, они все равно есть. Но я думаю, что их уже будет не большинство. И факт в том, что суфизм зиждется на стариках. В Чечне, во всяком случае, он зиждется на стариках. И с каждым уходящим стариком это... Он как бы ослабевает. Другое дело, что власть насаждает этот суфизм, пытается его именно силой насадить. И это дает обратный эффект. Они тем самым вредят своему же призыву, на самом деле. Если бы немного с умом подходили бы к этому, то они бы поняли, что это идет им во вред. Именно их призыву. Потому что насадить силой нельзя. Когда ты начинаешь что-то силой насаждать, это вызывает отторжение. И не важно, что это будет. Будь то даже салафизм, что бы то ни было, если это будет насаждаться силой, это будет давать отторжение. Ничего нельзя насаждать силой. Это нужно... Работать должен призыв. Даават. Это очень важно. Только призывом можно распространять религиозные убеждения. Силы они не навязываются. Любое действие вызывает противодействие. Насильственное действие. Поэтому, когда ты пытаешься добро, свет, истину насадить человеку, он начинает ее отторгать. Даже истину, понимаете, он ее воспринимает как что-то неправильное. Может быть, они когда-нибудь осознают это, придут. Потому что противостоять призыву нужно призывам. Сегодня убеждение Аглю Сунна, оно распространяется в Чечне с помощью призыва ненасильственного. И даже не внутри республики. То есть, этот сам призыв, он даже происходит не внутри республики. Он сегодня за пределами. Он сегодня в интернете. И он очень серьезно берет сердца людей. И они это видят. И они пытаются бороться с этим с помощью силы. И пока еще не поняли, что так бороться не получится. Если бы они были немного умнее, они бы боролись с помощью призыва. Хотя это тоже, конечно, заведомо проигрышная борьба. Но, тем не менее, они бы пытались сделать именно так. Но пока они придерживаются силового метода уже на протяжении 20 лет точно. Но вот активно, прям очень сильно насаждать суфизм они начали приблизительно, наверное, с года 2008-го. Вот так это началось. Я имею в виду именно воинственно преследовать людей, которые не на твоих убеждениях молятся. Не так, как ты в мечетях стали вот эти вот имамы, камеры и прочее. Это все началось приблизительно где-то с 2008-го года. До этого момента я помню, что в мечетях можно было свободно совершать молитву, никого не боясь. Никто не смотрел, как ты там делаешь намаз. Максимум кому-то могло просто из интереса, допустим, кто-то мог тебя спросить. Но такого не было. Даже Мухаммад Салах, да помиловать его Аллах, это легендарный такой был проповедник, можно сказать. В Чечне его многие знают по очень таким, ну как сказать, вызывающим таким, наверное, проповедям. Он не был особо религиозно грамотным человеком, но он именно делал такие вызывающие высказывания в отношении власти. Он делал это в мечети. До этих пор это было еще возможно. Да, люди тогда, конечно, удивлялись сильно, но это было возможно. А потом с этим начали очень жестко бороться. Так, второй вопрос был. И как ты думаешь, готова ли наша молодежь принять правильные убеждения? Конечно, готова. Молодежь готова, молодежь их принимает. Когда я говорю молодежь готова, это не значит, что каждый конкретный человек готов. Нет, но в целом в большинстве своем, да, конечно, готова. Просто сегодня нет возможности в республике давать, проповедовать эти убеждения, правильные убеждения. Это тоже, на самом деле, ошибка Кремля, что они не дают. Если бы они, как в Ингушетии, например, был бы подход. В Ингушетии есть мечети, неподконтрольные муфтияту республики. Как, например, такие имамы, как Айсад Цичоев, Хамзад Чумаков и другие. И это призыв Аглю Сунна. Это не суфийский призыв. И там как-то сосуществуют вот эти вот сообщества религиозные. Да, там идеологическая есть борьба какая-то, идеологическая вражда между ними будет. Но это не перетекает в какие-то репрессии, столкновения. Если бы они были бы умнее в Кремле и на местах, вот эта так называемая власть, да, кремлевские наместники, то они бы такую же модель реализовали бы и у нас. Просто держали бы это как-то под контролем, если там, допустим, какие-то идут уже призывы к чему-то, к какому-то насилию, там есть какие-то посягательства на власть, допустим, такие вещи. Такие бы, значит, пресекали бы эти моменты. А в целом давали бы проповедовать и конкурировали бы, понимаете, конкурировали бы с помощью проповедей, с помощью призывов. Это изменило бы отношение людей, народа к этим людям. Но они этого не понимают. Может быть, они когда-то это поймут, но это не точно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok